Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, на котором я рассказываю про Италию и про мою жизнь в этой стране. Вот уже пошел 26-й год, как я живу в Северной Италии, потому что я вышла замуж за итальянца. У меня двое детей. Один взрослый, сыну 24, дочке 8 лет. Я латышка из Риги. И сегодня я вам хочу показать, какие я купила на завтра католическая Пасха. Поэтому в сегодняшнем видео я буду украшать цветы в подарок моей свекрови, сестре моего мужа. Ну и в гости мы пойдем к родителям мужа, сестры моего мужа. Вот, поэтому завтра у нас Пасха, сегодня суббота, 16 апреля, завтра 17-я католическая Пасха. Я католичка, потому что я латышка и латыши в основном католики. Я венчалась в католической церкви. Меня крестили, когда мне был годик в Риге. Так что я, в общем-то, католичка и мой муж тоже, и мои дети, и, в общем, все мои родственники в Риге тоже. Ну, в общем, я вам сегодня хочу показать, что я купила в подарок, потому что в Италии, в общем-то, принято приносить цветы, либо сладости. Вот, и я вам покажу, что я купила для того, чтобы поздравить с Пасхой моих самых близких итальянских родственников. Ну, вот, я пришла в гипермаркет большой, и здесь, в общем-то, при входе все пасхальное. Вот такой вот кролик с шоколадными конфетами в форме яйца. Вот, и, как вы видите, здесь все будет шоколадное. Выбор очень-очень большой. Посмотрите, сколько шоколадных конфет и яиц. Ну, здесь, значит, шоколадная белочка, вот такая, 2,89, это вкусный шоколад, Феррари Роше, Ферреро Роше, то есть, и вот такие вот киндер большие яйца. Здесь видно, какой сюрприз, в этом пластмассовом яйце видно, какой сюрприз внутри можно найти. Ну, вот такое яйцо стоит 12,90 киндер. И вот посмотрите, какие здесь, здесь яйца Барби, розовые вот эти, вот такие вот. Ну, в общем-то, я должна сказать, что в Италии очень-очень большой выбор шоколадных яиц на Пасху. И всегда он был, даже 25 лет назад, когда я приехала в Италию, у нас в Риге таких шоколадных яиц еще в помине не было. Вот посмотрите, здесь тоже видно, какой сюрприз можно найти в яйце киндер. И, а в Италии уже были вот такие шоколадные яйца, причем вот в таком же большом выборе, как и сегодня. Значит, это шоколадные яйца Ферреро Роше, вы видите сюрприз, там 4 шоколадные, наверное, 5 шоколадных конфет внутри. Это яйцо с орехами, то есть шоколад с орехами. И внутри, как сюрприз, 5 шоколадных конфет. Дальше всякие разные, ну вот это вот такие яйца, так скажем, Интер и Ювентус. Это футбольные команды, ну вот болельщикам Парит и Фаузи. Дальше мы здесь видим другие разные, ну вот это, мне кажется, тоже детские, вот 6,90. Всякие разные, вот 9,90. Ну и здесь мы видим, как сюрприз, просто брелок, плюшевый медвежонок. В общем, выбор действительно большой. Есть шоколадные яйца из молочного шоколада, есть из горького шоколада, так, и с орехами тоже. А здесь, посмотрите, какой большой выбор, это Коломбо, то есть, ну, по-русски, наверное, кулич. Естественно, это индустриального производства. В Италии это называется Коломбо, то есть голубь. Вот все вот эти кексы, куличи, как их можно еще назвать. Очень большой выбор разных фирм. Вот эта фирма Мотто стоит 5 евро 20 центов классический. Здесь мы видим за 4,75. Ну, они различаются по вкусу 3,90, но потому что он меньше по размеру. Вот видите, заяц, формы зайца, формы ягненка там был. Ну, вот в такой обвертке бумаги, это классический Коломбо, кулич. Вот, посмотрите, шоколадные яйца Нови, 17,90 такое яйцо стоит. Ну, оно, конечно, с цельными орехами, поэтому оно и дороже. Посмотрите, здесь кулич Коломбо 11,90 с кремом черешни или вишни. Как не знаю правильно, здесь наверху был с лимонным кремом. Ну, в общем-то, действительно на любой вкус. Значит, здесь с кофейным кремом. А вот есть вообще шоколадный кулич Коломбо за 4,99. Он меньше по размеру, чем классическая Коломбо. Ну, вот посмотрите, какой большой выбор. А здесь такие корзинки с шоколадными маленькими яйцами. Ну, то есть это шоколадные конферты в форме яйца на Пасху специально. Маленькие вот такие упаковочки, как вот вы видите здесь. Их всегда тоже очень много разных фирм. Ну, я покажу только вот здесь, как выглядит. Ну, и, конечно же, вино. Как же Италия без вина? То есть здесь мы видим Prosecco, вот 13,90. Здесь все выставлено то, на что есть скидки. То есть, как-то сказать по-русски. Ну, в общем, скидки, промоционы. Это, так, вот это Prosecco мне нравится, этой фирмы. Вал до Бьядене. Ну, я, к сожалению, на эту Пасху не смогу пить ни вино. В общем, никаких, ничего, потому что принимаю лекарства. Ну, вот здесь такой пасхальный кролик, шоколадный зайчик, линд. Это, конечно, вкусный шоколад линд с колокольчиком. Вот такой вот красивенький. Дальше здесь рядом тоже шоколадные конфеты в форме яйца с глазурью. И вкус миндаля, вот эти конфеты, такие красивые. И рядом мы видим пасхальное яйцо, где 85% шоколад. Видите, 13,30, мне кажется, было написано. Значит, это тоже линд. Это горький шоколад, 85% какао. Ну, вот здесь 175 грамм, и, как вы видели, 13 евро. Ну, то есть это даже не две шоколадки нормального размера. 70% шоколад тоже. Ну, вот линд, шоколадные конфеты в форме яйца разных вкусов. То есть это с фисташковым вкусом. Пистаккио. Вот здесь мы опять видим большие яйца шоколадные, 12,50 линда, 11,90. Ну, вот такое яйцо шоколадное. Внутри, как сюрприз, вот этот зайчик, которого я только что смотрела. Внутри, в этом яйце можно найти сюрприз, вот такой же шоколадный зайчик. Вот 12,50 линд. Такое яйцо шоколадное. Здесь 4 или 5 конфет внутри, как сюрприз внутри. Ну, и это тоже молочный шоколад. У нас сегодня пасмурно, видите, я в кофте, потому что вчера, мне кажется, вчера, да, я сняла видео на моем первом канале. У меня есть канал, который называется Диана Дольчевита. И я там рассказываю про свое похудение. Видите, я очень большая. Вот, так что я худею на первом канале, также примеряю одежду больших размеров и рассказываю про уходовую косметику. Ну, в общем-то, там такой блок похудения, уход, красота и примерка больших размеров. В общем, я там участвую в роли модели, которая меряет на себе одежду. Он называется Диана Дольчевита. А на этом канале, это просто влоговый канал. И, ну, в общем-то, я... Так что вот вчера я была в майке, потому что вчера у нас было 22 градуса, а сегодня у нас 16 и пасмурно. Значит, вот я вам хочу показать. Я уже показывала на первом канале. Я своей свекрови купила гортензии вчера. Вот такие вот. И я их буду сегодня украшать. Значит, украшать я их буду. Вот у меня есть такие яйца пасхальные, видите, разные, для украшения. Вот здесь у меня два керамических яйца. Вот таких вот. Бабочка на прищепке. Ну, посмотрим, что я тут буду. Какие я здесь... То есть я этот букет хочу украшать. Ну, не знаю, какие здесь лучше подойдут. Я вам хочу показать, что у меня есть два яйца. Расписанные. Ручная роспись. Значит, моя свекровь. И кровь 8 лет назад была, мне кажется, в Праге. И вот, когда она была в Праге, она купила и привезла вот этих двоих яйца мне. Это ручная роспись. То есть это человек рисовал руками, видите. Две овечки. Такое красивое яйцо. И вот, видите, наверное, в народном костюме. То есть это акварель. Вот так вот красиво. Так, у меня здесь собаки ходят. У них ужин сейчас. Так что у меня есть два вот таких красивых яйца, да. Ну, а это просто пластмассовая штамповка. Так что вот я сейчас буду смотреть, как мне украсить вот эти гортензии. Значит, для этого у меня есть вот такие ветки. Вы видите, что эти ветки извилистые. Вот. Видите, это ветки. Потому что у нас было такое дерево, но мой муж спилил. А я оставила себе такие веточки. То есть я могу сюда вот так вот вставить такую веточку. Видите. Я хочу вставить такую веточку, да. И на нее повесить несколько яичек. Вот сделать такую композицию. Но дело в том, что эта ветка, конечно, очень большая. Они все очень большие. Сейчас я здесь найду веточку, вот это уже, наверное, найду веточку поменьше. Навешаю там три яйца. И сделаю такую пасхальную, в общем-то, композицию. Значит, сестре, моего мужа, я подарю гортензии чуть меньше. Видите, такая вот упаковочка. Но они меньше по размеру, нежели свекрови. Видите, разница. И дальше мы пойдем в гости к хозяйке дома. Я купила вот такую орхидею. Видите. Ну, это искусственная веточка. Ну, а это вот ваза, значит, и орхидея. Ну, это, конечно, живая орхидея. Здесь еще такое сердечко. Ну, вот в такой вот лантерной деревянной я пойду в гости. Хочу показать. У меня есть такие цветочки, но я их буду сажать. Видите, желтые. Это цветочки очень... Они очень приятно пахнут. Видите, такие вот цветочки. Пахнут обалденно. Это такой куст, да. То есть, это я буду сажать, и они вырастают громаднейшие такие кусты. И цветут вот в этот период в Италии. То есть, в апреле. Видите, цветы сыпятся у меня. Вот такие вот. У меня их два. Вон там в белой лантерне тоже. И здесь. Такие вот цветы. Как я вам уже показала шопинг. То есть, я вам показала, какие сладости на Пасху покупают итальянцы. То у нас тоже есть... Это называется Коломба. Это такая сладость. Она по вкусу похожа на Пасху. На православную Пасху. То есть, она называется Кулич. Вот. А это называется Коломба. Коломба это голубь. Да. Ну вот у него и форма, как у голубя. Это такая... Это, правда, куплено в кондитерском магазине. Видите, как она... Здесь такая желтая глазурь. Вот такой вот потом, когда будем есть, я вам покажу. Это, значит, с кремом, с лимоновым кремом. Тут написано Коломба. Коломба лимоны, да? Вот. Так что, вот мы себе купили в кондитерском магазине Коломба. Так, и на Пасху в Италии принято дарить шоколадные яйца. Ну, потому что здесь, конечно, красят, но меньше. Обычно просто украшают искусственными яйцами в доме. И дарят вот шоколадные яйца. Значит, это яйцо моей дочери. Как вы видите, динозавр. Точно такое же яйцо я подарю своему племяннику. У меня есть племянник, двоюродный брат у моей дочери на год моложе. Тоже точно такое же киндер яйцо с динозавром. Потому что, несмотря на то, что у меня девочка, но ее любимая игрушка – это не куклы, а динозавры. И если мне в детстве очень нравились больные танцы, то моей дочери нравится футбол, женский футбол. Поэтому мы все разные. И, в общем-то, вот она, у нее целая коллекция динозавров. Да, так что вот в Италии на Пасху дарят шоколадные яйца и коломбо. Ну, вот. Вот так. Вот такая у меня получилась композиция. Вот. Такие у меня, такая у меня композиция. Вот такая вот. Ну, такое вот я подарю своей свекрови. Так. Ну, вот. Такая вот композиция. Вот такое вот небо. Вчера была классная погода. Сегодня, видите, пасмурно. Завтра говорят, что вообще будет дождь. Мне сказали, что это называется... Ой, не помню, как оно называется. Ну, в общем, у нас это называется Pesca ornamentale fiori di pesca. То есть это дерево, орнаментальное дерево, персика, у которого, естественно, фруктов нет. Он просто цветет и все. Ну, вот я вам покажу. Я на первом канале уже показывала, но у меня здесь есть подписчики и люди, которые первый канал не смотрят. Поэтому, вот, для вас я покажу, что у меня есть вот такое красивое, очень дерево. Сакура, может быть, он называется. Ну, я, может быть, коверкаю название, потому что, ну, вот, что-то похожее на Сакура название. Ну, у нас это называется декоративный персик. То есть только цветы персика в Италии. Ну, вот такое вот дерево. Вот. И хочу вам показать свои тюльпанчики сейчас. Вот мои тюльпаны. Вот такие вот. Еще у меня есть красные тюльпанчики, но они еще... А, нет, есть. Они поменьше, видите. Вот красные. Но они какие-то коротенькие. Ну, это у меня здесь такая клумба, заросшая сорняками. Я за ней не ухаживала еще. Вот. Потому что, вообще-то, я их посадила для того, чтобы для вазы. Они у меня здесь растут. Просто для вазы, не для красоты. Может быть, завтра срежу. Хотя они уже... Ну, может, постоят несколько дней в вазе. Вот такие вот. На этом с вами буду прощаться. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Мне будет очень приятно. Всем доброго вечера. Всем лабу вакару. Бонасерататус. Чау-чау.